Для того, чтобы нормализовать движение в тазобедренном суставе, даже если он больной, я рекомендую выполнять движение в тазобедренном суставе без осевой нагрузки. То есть это положение на спине, либо в воде. Любые движения, которые вы проходили на физкультуре в школе. Вы ложитесь на спину, делаете движение, сгибаете коленные суставы и скользите пятками по кровати. Второе, можно делать ножницы, если есть мышцы в нижних конечностях и брюшного пресса. Третье, можно делать велосипед. Четвертое, можно поднимать просто прямые ноги до угла сгибания примерно в тазобедренном суставе 45 градусов. Это позволит двигать сам тазобедренный сустав, то есть головка будет двигаться по впадине, даже если она больная, разрушена, нет хряща. Но вы это будете делать без осевой нагрузки, то есть без нагрузки вашего собственного тела. Капсула сустава, она будет реагировать на движение, будет раздражаться. В связи с этим будет выделять синвяльную жидкость, это естественная смазка сустава. И в этом случае будет облегчение, так как будет покрываться даже больная кость, специальная смазка, и скольжение будет намного лучше. Также движения в нижних конечностях будут помогать циркуляции кровоснабжения, мышцы будут сокращаться, кровеносная система, именно артериальная кровь будет приносить питательные вещества, кислород будет обогащать даже больной сустав этими веществами, а венозная ткань будет забирать все продукты распада, разрушения, факторы воспаления. Тем самым будет намного лучше, чем если не делать ничего вообще. Субтитры создавал DimaTorzok